библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте приветствую вас на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами читаем вторую книгу ездры 3 глава вторая книга ездра книга не каноническая и если в предыдущие главы и там еще окончательной главы этой книги практически совпадают ну конечно с расхождениями с вариантами того что описано в книгах параллели поменаны в книге первой ездры канонической то вот 3 и 4 главы являются уникальными история которая здесь рассказывается не имеет параллели в других библейских книгах ну и она очень очень интересно очень увлекательно 3 глава рассказывает и 4 кстати тоже рассказывает о споре трех телохранителей царя дарят персидского царя о том что и кто сильнее всего на свете глава небольшая поэтому ее прочитаем быстро и быстро растолкуем и сделать царь дарий большой пир своим подданным и домашним своим и всем вельможем мидии и персии и всем сатрапом его начальником начальником подвластных ему стран от индии и дейфеопии 127 сатропе ну давайте разбираться значит царь дарий это царь который правил начиная с пятьсот двадцать второго года до рождества христова до начала пятого века до рождества христова значит царь устраивает пир для подданных и домашних домашних и домашние это не родственники это рабы которые являются частью нот как бы рабы его дома он устраивает этот пир еще также для сатропов здесь давайте разберемся потому что в русском языке сатропы такой там жестокий человек в данном случае нет персидская империя делилась на области которые назывались сатропе и вот над каждой этой областью состоял свой правитель который назывался сатропом значит здесь сказано что сатропе было 127 значит но если посмотреть на официальные документы персии их было 120 а геродот вообще называет их только 20 ну разный возможно варианты подсчета и так они ели пили царь же отправился спальню свой стол а потом проснулся там стоит такое слово которым естественно греческое которое можно перевести он крепко спал либо он беспокойно спал ну вот здесь сложно сказать почему потому что дальше идет рассказ от о трех юношах телохранителях которые не спят потому что царь их тоже то ли спит то ли просыпается то ли тут то ли его надо охранять то ли не надо охранять они сидят и охраняют царя и они обсуждают что или кто сильнее всего мы потом они размышляют и говорят ну давайте мы это все запишем еще слово кажется разумнее другого даст тому царь да да и великие дары но и дальше перечисляется которых этих дарах мы чуть попозже поговорим вот они решают каждый написать рассказать сообщить этот царю и царь выберет кто победитель значит вот этот рассказ его нету в священном писании но его пересказывает иудейские истории которого звали иосиф флавий он жил в первом веке после рождества христова и вот эту историю пересказать там немножечко по-другому она рассказывается что сам царь дарий который не спал он проснулся он начал спрашивать у своих телохранителей кто или что сильнее всего ну и говорит о том какие дары они получат ну вот какие же дары они получат великие дары великую награду и будет будет тот одеть багреницу и пить из золотых сосудов и спать на золоте ну багреница это ткань окрашена пурпуром тогда пурпур пурпур добывали из моллюсков чтобы добыть приемлемые товарные объемы нужно было очень много этих моллюсков поймать вытащить вот этот красящийся элемент его там обработать и поэтому багреница пурпурный цвет это был цвет царский то есть если человек одет багреницу то это свидетельство богатстве понятно пить золото и спать на золоте то есть есть и пить золото у нас этот образ тоже существует значит ездить на колеснице с конями золотых уздах на носить на голове повязку известно и и жерелье на шее описание величайшего процветания и сядет на тарым по дарию за мудрость и и будет называться родственником дария ну значит если он родственник родственник царя кум министру сват королю или как-то там что такое значит естественно положение очень большое но кстати обратите внимание это юноши говорят между собой ну вот царь если узнает о нашем споре сделает себя вторым ну как бы сложно решать это за царя поэтому мнение о том что это говорит сам царя обоснованно и тотчас написав каждое свое слово запечатали положили под изголовье царя дарий и сказали когда царь станет подадут ему это писание и за кем признает царь и трое вельмож персидских что слово его мудреет тому достанется преимущество как написано три вельможи персидские в персии управляли на самом деле кроме царя еще представители семи семи знатных родов но возможно вот эти три вельможи этого наши самый высший высший слой управляющих после царя один написал сильнее всего вино другой написал сильнее царь третий написал сильнее женщины а над всеми одерживают победу истина ну и далее когда царь встал подали ему эти писания и он прочитал и послав призвал всех вельмож перси и меди и сатрапов и начальников и начальника полости и советников сел в совещательной палате и прочитать было пред ними ними писание и сказал призовите этих юношей пусть они объяснят слова свои и были призваны вошли и сказал им объяснить свое написано дальше начинается рассказ почему сильнее всего вино и начал первый сказали вина и говорил так у мужи как сильно вино она приводит в омрачение ум всех людей пьющих его ну здесь может быть звучит такой юмор вообще священное писание разрешает употребление алкоголя нету нигде абсолютно его запрета однако в том же ветхом завете например в книге притчи очень много и очень так старательно говорится о вреде слишком сильного возлияния и вот она приводит в омрачение ум всех людей пьющих у она делает ум царя и сироты раба и свободного бедно богат одним умом в нашем переводе вот стоит омрач в омрачении ум значит в в подлиннике там слова ум нету там просто в омрачении всех людей пьющих его то есть она помрачает не умной вообще помрачает все она делает ум царя и сироты раба и свободного бедно богата одним умом то есть там смысл в какой вкладывается они все дураками становятся простите может быть грубовато звучит и всякий ум превращает весель и радость так что человек не помнит на какой печали никакого долга то есть человек все забывает он все время радуется он веселится даже если у него какие-то горести и все сердце делает она богатым так что никто не думает ни о царе не сатрапе всякой и всякого заставляет она говорить о своих талантах человек который выпьет он у него развязывается язык он не следит за своим языком и может сказать что-то против царя или против сатрапа ну или против какого-либо начальника а о чем же человек говорит он говорит насколько он велик он говорит о своих талантах себя превозносит ну и следующее а когда опьянение не помнят и приязни друзьям и братьям и скоро обнажают мечи ну вот то что здесь описано это проблемы которые бывают та самая бытовуха когда люди пьют потом начинают ссориться и там друзья даже родственники даже дети родителей бросаются друг на друга и там убивают друг друга вот здесь именно об этом описывается а когда истрезвятся от вина не помнят что делали но это тоже такое очень знакомое описание что вот человек проспится и он даже не вспомнит что он по пьяни сделал он уже не сильнее всего вино когда заставляет так поступать и сказав это замолчал но те люди которые трезвые они никогда такое не сделают они не будут вести себя там развязана они не будут болтать языком о других и либо о себе они будут сдерживать свой гнев и они будут помнить что они делали все это уничтожает вино больше никто этого не делает и поэтому вино самое сильное вот об этом сказал первый юноша дальше должен говорить второй и третий но об этом уже будет сказано в следующей четвертой главе которую мы прочитаем в следующий раз мы с вами прочитали третью главу второй книги ездры мы были с вами на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий георги табыкин спасибо за внимание до новых встреч и